Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Не забываем про опцию Суперспасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Дорогой заказчик, спасибо огромное! Ребята, продолжаем слушать альбом. Ханзамая и Слава КПСС. Ребят, поехали! Мы осуждаем запрещенное вещество и все, что с этим связано. Мы за здоровый образ жизни. Дети из неблагополучных семей. Вот трек о них. Где они живут, чем занимаются, как они себя чувствуют, ребят. Носят стиль от колонок, такой же редкий и уникальный, как битву коноса. Творческая лихорадка, это моя эпоха. И я требую больше, как глаза маньяка боли. Пока метут здесь погоны, моя судьба с ликом медузы-каргоны. Но, признались, меня косички манят, по-прежнему, как в школе. Герой Персей вокруг мегаполис, где слово «гидро» означает «трабонь и тварь много». Сейчас исполняет артист Саша. У него просто Саша. Не, у него псевдоним Саша. Только странно. Саша? Саша. Просто Саша, представляешь? Ну, как это хорошо читает. Такое вообще редко встречается здесь Саша. И просто Саша, не какой там Саша, знаешь, не Саша, например. А он Саши? Ну, я тебе просто говорю, что вот сейчас исполняет Саша. Хорошо читает, да? Ребята, какой текст, да? Это вот вообще, да? Какой текст. Устрашающе. Такое чувство, как будто вот эти исполнители прошли через это. А может, и прошли, мы не знаем, да? Ну, так все рассказать, да? Ну, так все рассказать, да? Мой голос горящего тресполяна. Начинаю в городах пункт бессистемный. Затин Хабянский в этой теме пена. И лудная похмелья рэп-пакема. На утро никому не нужен Шарли. А то, даже если рядом копошится Шарли Стерон. И тут не жажда на живые, не хит и хоп. Приемника меня исправ царит Мирон. Двенадцать карликов на свадьбе ебали Мирона. Двенадцать пабликов. За что он так с Оксимироном? Иностранным агентом. Прям хейтик, да? Да. Происходит хейтик на наших глазах. Запостили в своих альбомах антиграем. Война Антона под пивком и боном. Обтекай, кай, кай, кай. Как катоник, эта колесница. Как думаешь, Оксимирон заслужил вот такие нереально огромные лавры, которые у него есть? Все-таки он их заслуживает? Или он переоценен, и он как-то вот так получилось, что он так высоко взлетел? Нет. Заслуживает? Он не переоценен. Нет, он не переоценен, он заслуживает то, что он имеет. Но он не астронагент, конечно. Да, он астронагент, но все-таки он огромный, прям огромное значение имеет в современном рэпе. Огромное, гигантское. Да, но опять же вот он... Как-то все равно, знаешь, его признают постоянно. Даже если это диз, это все равно какой-то респект при этом. Понимаешь? Потому что он, может, один из первых, один из первых вот рэперов, мне кажется, таких вот крутых. Но у него, кстати, вот у Оксимирона, например, да, у него нет какого-то балагурства в треках. У него всегда какие-то такие... Его мысли такие. Очень такие страшные, у него темные такие страшные треки где-то, да, но у него нет именно поприкалываться, балагурства именно какого-то, понимаешь? Свои мысли говорит, рассказ именно о своей мысли, о чем думать. Ну, для прикола он какие-то такие вещи, у него, по-моему, ни одного такого трека нет, да? Ну, хотя были, наверное, вот у нас даже есть... У него были такие, знаешь, провокационные вещи, но именно, знаешь, чисто просто... Балагурства не было. Ну, да. Ну, что, ребят, скажу. Мне, ребят, очень понравился трек. Текст мне очень понравился. Он вроде как, знаешь, и тоже сделан с юмором, да, но там такие вещи... Да, тут и правда очень много. Вещи такие, знаешь, которые, ну, многие, наверное, ребята... Прошли через это. Да, да, да. Интересно, очень молодцы, хорошо читали. Хотя они, вот КПСС, и сама они умеют сделать трек серьёзный, но они не душнят, как говорится. То есть они могут сделать, и чтобы было как бы и с юмором где-то, да, и где-то шокировать своего слушателя, но... И правду какую-то, и какие-то такие строчки, которые из жизни, да, из их жизни. Есть и шутка в их треках, шутки. Да, но у них редко бывает, у них какой-то чёрный юмор, как-то с закрытой немножко шуткой прикрытой, и вот так как-то они делают. Молодцы. Следующий трек. Я показал баклажану жизнь вне грядки, но он играл в грядки, думал он самый главный, я убил баклажана. Баклажана на ножа, и жить стало славно. В городе Москва на настилом облава, все выпалено, заряженный спайсом, мусора, но пасаран. Всем порядочный пацанам, чефира губастых шмар, мотороллер, полифонию на моторолле. Забиваю, как нелик, скойлер, железно, как Сара Конор. Если КПСС сгасался, откройте крышку, добавьте тонер. Ты уже хочешь домой, бэйби, а я хочу умереть на рэйве. Танцы со мной, и мы будем вместе, если ты хочешь умереть на рэйве. Я в тучи разведу руками, как кола, еду по даме Кроштадов, Гелендваген, автомат. Погнет Оливай, Яйбан, сердце ошой ромца. Грущу по яблокам опор, вот бы на Оршский базар. Вот бы Максима накатить, осведать плов и спорить. Плох тот бэш, но желает сменить. В морах отчизны, но я родины не менял. Привет моим киргизам, я подданный. Молодец, классно читает. Своих не забывает. Привет, говорит, люблю, уважаю. Ну вообще, знаешь, я вот, я слушаю, я прям вот от них прям в восторге. Молодцы они, да? Вот всякую мелочь, они все замечают. Они про каждую мелочь рассказывают, да? И почти всегда правду рассказывают, да? Молодцы. До империи, кручу в столице Ривла. Теперь во славу Микаила Васильевича Фрунса. За славой с гонорара купили Шипланд, Крузер, Мерседесе и Тойоте. Ебашит громко музыка. Михаил Круп и съели ебло по-круглому. Вандальски обгоняется имел Роллс-Ройс. В аудиосистеме Фэнк и Толупсон. Ройс и Джойс, аудионаркотики громко орут. Боже мой, в огне на месте, но в околон домика в форме. Ты уже хочешь домой, бэйби, а я хочу умереть на рейве. Тансь со мной, и мы будем вместе, если ты хочешь умереть на рейве. Вот здесь тоже непонятно, КПСС, он автотюн себе в голос включил. Он шутит это сейчас или нет, я не могу опять понять. Включил себе автотюн. Он этот автотюн высмеивает таким образом, или он решил так свой голос разнообразить? Ну, конечно, это просто изюминка какая-то. Или он это сделал как-то, я не знаю, высмеивает тех, кто автотюн использует? Ну, как так? Просто такой трек он решил сделать, немножко его украшает. Я уже не знаю, где они шутят, где правду говорят. Ну, что правду говорит? Он добавляет интересные моменты. Нет, или он это как-то прикалывается на автотюн. Ну, как это мой прикалывается? Ну, я не знаю, вот я тебя и спрашиваю, твое мнение. Ну что, классно получилось, да? Красивая музыка, красивые вкусняшки добавили. Не знаю, мне кажется, КПСС здесь, я не знаю, мне кажется, КПСС здесь специально поставил автотюн, чтобы прикольнуться, поугарать на теме, кто использует автотюн. Я так думаю. Я нет. Я нет. Я совершенно так не думаю. Он просто так текст написал. Хотел красивые слова, красивый голос, что было у него, красивое произношение новое, модное. Нет. Разнообразил просто. А мне кажется, они даже делают так, чтобы, знаешь, звучало, как тебе сказать, на грани того, что они как-то вот эти тренды, эти стили как-то высмеивают. Мне кажется, они даже так иногда делают. Как ты думаешь? Нет. Я так не думаю. Так, не согласна, да? Нет, не согласна, вообще не согласна. Прям категорически не согласна. Он просто... То есть, всё серьёзно, да? То есть, всё серьёзно. Просто украсил голос, да? Называется, вот, пожалуйста. Видите, какое название? Как ты, кстати, относишься к тому, что некоторые люди говорят не апокалипсис, а апокалипсис? Не знаю. Первый раз такое слышишь? А как он прочитается? Правильно, я не знаю. Нет, говорят апокалипсис. Ну, вот, Иск, можно я тебе вопрос задам? Вот тебе зачем это надо? Вот мне, да, параллельно, мне всё равно. Нет, говорят... Как ты относишься к тому, что говорят не алкоголь, а алкоголь? Алкоголь, апокалипсис. Ровно. Вот знаешь, вот видишь? Вот ровно, вот. Ровно. Меня вообще не интересно это. Я тех слушаю. Мне интересно их мысли слушать. Мне хочется их слушать. Я слушаю их. А то, что там апокалипсис, апокалипсис, апокалипсис. Мне вообще без разницы. Давай. Что название? Апокалипсис. Несусь на камере по пустошам, смертник и портер. Сзади разрушены, город зон, и справа по борту. Забыты взрывы пердаков, как и ходьба по мамам. Срываю бункер, нахожу там аптечку с трампалом. Встречаю по дороге, мать с ребенком двухлетним. Стреляю лыжоку в башку, все лучше детям. Приделу мать ебу наху, ты мой пропусник. Так, я ошиблась, я ошиблась. Говорят, не, не, как я сказала, апокалипсис, да, я сказала? Неправильно. Есть еще другой вариант. Есть апокалипсис, точно, точно. Говорят, не апокалипсис. Как ты к этому относишься? Апокалипсис. Слушай, я же тебе сказала, что я к этому отношусь. Ровно. Подожди, ну это норма, это вариант нормы. Так я, мне ровно. Хоть апокалипсис, хоть апокалипсис, мне вообще без разницы. Я вот слушаю текст, какой текст страшный, ты слушаешь, нет? Вот какой текст страшный, какие слова. Вот это да. Апокалипсис. Мир, кстати, близок к апокалипсису. Наверное, конечно. Люди, наверное, понемножку готовятся к апокалипсису. Эй, сих, Иисус Христос послал огонь. Я принимаюсь в честь. Он, Иисус Христос, спаситель твой. Я пресекаю черту. И ты умерешь от зависти, от зависти к мертвым. Ах, зомби как орки тут восточный мордор. Выкручили бошки монтировкой, называйте гордо. Мой компаньон любил колодца, передозировка. Больше не будет насмехаться над Ливаном Дорном. В Амбуэре до горизонта только бери. И столько странных сталкеров грамм уже примерили. Это рулетка смерти. Ты побежишь, как негр. Добрый, да? Правильно, да? Рулетка. Он правильно говорит? Правильно все пишет. Слава Капоксис вообще умный, блин. Очень умный человек. Русская рулетка? Да. Наверное, русские, они действительно настолько суровые, да, что даже есть вот русская рулетка. Не американская рулетка, да, а в этих боевиках. Давай с тобой сыграем в русскую рулетку. Один американец другому говорит, давай мы с тобой сыграем в русскую рулетку. И начинают, знаешь, пистолет заряжать. Что пистолет находится, патрон находится в этом магазине, там, или как это называется. И может, он в тебя выстрелит, может, нет. Это именно русская рулетка, ты понимаешь? Не британская рулетка, не китайская рулетка, а именно русская рулетка. Русская рулетка, русская водка, понимаешь? Подождите. Значит, что-то есть. Нет, здесь все херманикам, но, но мы в солнце на бритве, учим то, что помогает жить нам. Ты потеряешь всех, кого любил Даша Лбана. Лопти прибиты к крестовине, ржавыми пастями. И это вот ваш мессия, что-то не воскресает, но сможет накормить голодных орлов и баранов. Кровавые следы мы сделали, дымштекс из брода. Теперь свободно патриота на Кремль дорога. Мы вас споем за Русь Сорокина, башни пылают. На разогреве Михаил Саакашвили Акварю. Сергей Штуров будет первым, отъебанным в жопу. Заставим его читать грэп на Лэйвик Аскольдер. Юрий Ширчук получит феатуру. С Юрой Батиной смоки размажет сопли по холодному кафелю. Это постапокалипсис, время постинтернета. Безумный Макс, самец стропней, ни слов за ДДЦу. Горит топор, но у того шок, и горит топор. Но не Раутин оставил, ракетрон, единорог. Это новое время, наш бог Бабанкида. Но он оставил свое племя, на них пора Крида. Ешь, не нарушу Крид, не понял, что есть злые дети. Святой Патчлайн и моя мать растили сына смерти. Здесь даже хайба не видна. Нет, здесь не хиловик нам. Но, но мы в сонде на бритве. Учим то, что помогает жить нам. Вот, знаешь, я себя на мысли поймала. Все равно вот тяжелые треки, да, у них. Все равно тяжелые, да. Но как слушать, да? Как слушать, скажи. Я вот слушаю, я вот действительно вот я... Ну, они ведь много правды говорят. Вот хоть что говорю. Опять я повторяюсь. Но они правду говорят. Но они еще используют черный юмор, да, вот этот. И они вот эту правду закрывают этим черным юмором. Черным юмором. Приправляют. Да. Где-то просто юмором, где-то шуткой, где-то глупо-шуткой, где-то завуалированная. Люди-то понимают это черный юмор. Многие понимают. Понимают черный юмор. Нет, можно просто юмор, не обязательно черный. Но я вот даже понимаю черный юмор. Понимаю я, о чем они поют. Все понимаю. Нет, черный юмор, я думаю, все понимают. Да? Все понимают? Но у них не всегда какой-то прям трэш из ряда вон выходящий. Есть лайтовенько. Есть, конечно. Есть. Но в основном-то они правду пишут. В основном, да. В основном правду. А правда она какая? Ага. Эти песенки только о смерти. Слышь, да. А ты знаешь, что это? Я в жизни тоже буду кушать червя. Вокруг все давно мертвы. Давай станцуем, Рагнарог. Не по мне дымят котлы. Ко мне все ближе потолок. И ты напишешь, Некролог. Но на поминках никого. А дьявол нами подотрется, будто люди тригалор. Прости, мой стремный юморок. Смерть не против зинокоса. Смотри, какой юмор у него, да? Юмор какой-то. Слышишь, нет? Пока что-то я юмора не услышала. Ты о чем? Послушай. Ты слышишь, что он у него уморок? Тебя создал Леггибок, а потом вздох от передоза. Маленький-маленький принц. Своя сорванная роза. Не сумела зацвести. Ты убьешь ее без спроса. Выбирая суицид. Сам равняешься с богами. Так учил от Джоанзи. А он был первым шинегами. Мир людей ебливый цех. Покуда смута велика. А зачем ты еще жив? Харом попутал берега. Они поддержат рога. Я сатанист. Во Христе электронный Христос. И тот завис на кресте. Я знаю вишну везде. Но только вижу пиздец за окном. Пейзаж из детства. Но он умер во мне. Лай собак за поворотом. Они ведут охоту. Танцы с пьяным скомароха. Нам не подобить и коту. Калаврат на развороте. Сатаник Мэгазин. Вот он конь. Бредный бой в пленных. Этот ужас внутривенный. Я в пути. И нет у меня. Никаких сомнений тревог. Одинокая лодка моя. Растегая волну плывет. Я в пути. И нет у меня. Никаких сомнений тревог. Одинокая лодка моя. Это шепчет вандальский. Как тебе его шепчет? Шепчет. Хорошо шепчет. Хорошо шепчет. Уверенно, да? Уверенно. Устрашающе. Устрашающе. Как будто что-то египетское есть. В его шепоте есть что-то египетское. Тебе не кажется? В его шепоте знаешь, что есть? Акапалипсис. Есть. Вот это апокалипсис. Египетский апокалипсис. Да, именно. Вот это да, его шепоте. Видишь, что? Лодка плывется. Все давно уже живы. Ну а ты? Нет. Не попутал берега Харон. И я прибыл в смертность. Видишь, что он сказал Харон? Это египетский бог. Я тебе об этом говорю. Что-то египетское. Понимаешь? Харон. Помнишь фильм о Лидере? Фильмы смотрели? Да, мы смотрели боги Египта. Да, да. Там и был Харон-перевозчик. Дуда. Куда? Туда. Я говорить не буду слова. В другое измерение. Да. А я сразу в его шепоте услышала египетские нотки. Понимаешь? Это надо почувствовать. Египетские нотки. Сразу вот эти египетские мифологии. Харон и так далее. Понимаешь? Перевозчик. Сразу чувствую, что будет про египтян, про Харона, про перевозчика, про мифы. Про вот то другое измерение. Это надо почувствовать. Понимаешь? Энергетику трека. Даже Путовский Михей нам не прислал куплет к Мухтару. Тексты не прут, а если да, то это... А вообще вот их тексты надо слушать со словарем, наверное, да? Вот мне даже словарь надо брать, да? Или просто значение слов. Мы же многие значения слов все равно не знаем, да? Ну не все мы знаем слова, да, вот так-то? По-честному, если, да? Не знаю, я все слова знаю. А я вот не все знаю. Редко, когда я не знаю какое-то слово. Харон-то я ведь слышала. Ну Харон это египетская мифология. Знакомое слово, но я, блин, не знала его. Чем хуже, тем лучше. Ну и про Перуна мы сколько говорили. Перун, бог войны. Да, да, да. В славянском языке. Ты песню не останавливай каждую секунду. Пусть бури, дождь и грозы, взяв только сны и грезы и детскую мечту. Я тихо уплыву лишь только в дом. Проникнет полное, чтоб рифмами наполнить мир, в котором я живу. Вокруг седов, но мертвы, давай станцуем, Рагнарок. Не по мне дымят котлы, ко мне все ближе потолок. И ты напишешь, не кролок, но на поминках никого. И дьявол нами подотрется, будто люди триколор. Вокруг седов, но мертвы, давай станцуем, Рагнарок. Не по мне дымят котлы, ко мне все ближе потолок. И ты напишешь, не кролок, но на поминках никого. И дьявол нами подотрется, будто люди триколор. Сера, ты слышишь, я модный запах. Мы тут все консервы, ключ раскроет этот голый завтрак. Тучи с кровью, голос затклый. Тебе пизда от ныня участковый. Сдай назад, видишь, летит звезда полынь. Там, думаешь, зачем себе КПСС зубы золотые сделал? Ну, он себя считает золотым мальчиком. Нет, вот эта золотая цепочка у них и золотые зубы. Это опять же высмеивание идет этого тренда, который раньше существовал, понимаешь? Наверное. Типа крутой рэпер. Опять высмеивание идет, понимаешь? Угу. Мне кажется, вот эти раввин, да, как он сказал, там туда-сюда, мне кажется, как им не стремно, что все знают, да, что у них болт обрезан. Просто тебе говорю. Мужики стоят, типа, раввин, подходят, типа, у него, блядь, мужики между собой такие. Какой-то болт обрезан. Ты прикинь, нет. Просто это как-то стремно. А, подожди, я же перепуталась. Я внух. Блядь. Это же ничего страшного. Конечно. Подожди, точно, точно. Это же ничего страшного. Все, я перепутала. Я думала, что говорится. Я думала, как Евнух, понимаешь, я перепутала. Все, ладно. Ну, конечно, он меня запутал уже, понимаешь? Он здесь про перуна поет, там уже про хороны поет. Он меня запутал, и все. Давай. Да и камеди там зигуют на паперти, строго подвойно смощея их. Мол, как символ прощения, ты вышел, и вынес священника. Борись со извращенцами, или бодрись с ополчением. Я сценарист прямого эфира с Борисом Кочевником. Ты можешь, пожалуйста, гимнастику? Я делаю на видео, пожалуйста. Ты думаешь, что никто не навещаетесь? Ты делаешь гимнастику до шеи? Прекратил, а? Думаешь, понятно, да? Или надо всем ребятам скажи. Все делаем гимнастику для шеи на видео. Похоже, что я гимнастику. Знаете, видно, что я гимнастику. Еще приседания давай вообще не делаем здесь. Ребята, простите, я иногда делаю гимнастику, да? Полезность, приятность, полезность обещаю. Надо всем рассказать, чтобы делали. И нет у меня никаких завод у него. Одинокая ладка моя, Расцегая волну плывет. Страшно, да? Не страшно, наверное, тем, кто верующий, кто заповеди Господни соблюдает. Они не боятся тогда. Страшно. Так, друзья, слушаем. Моя тюрьма, моя тюрьма, Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя тюрьма, моя тюрьма, она мне принадлежит и таким же, как и я Моя тюрьма, моя тюрьма, она мне принадлежит и таким же, как и я Это ебая тюрьма тоже, замурован и заживо Но хорошие бошки лечат, браток поджигает Это был поэтик, а там для червей еда Направь взгляд в себя и вот она, дверь никуда Там в кипарисах танцуют боги Оставь маску на входе, наебав всех Ты стал свой собственный Ронин И как Мирсов в Париже уже везде посторонний Ведь шуток крови от себя не строишься в скроне Не сбежишь в миграцию, отблить все и стань уродим Тебе откроется, что ты лишь тень на водных кругах Они исчезнут с утра Но все та же тюрьма, однажды откидешься сам И уже некому ждать звонка И ты был в одиночке всегда, вечная осень-зима Так что без страха, потом кому-то уступай Ведь все, что мы есть, дорога, остается только шагать Здесь сережки галатные, милые Здесь законы либеральные, а жуть Но смотри, пока свечи до миры И костерок проверял, не раздуй Мы наивны, привилегия те Кто отчаянно уверен в себе Только жаль, что даже нищий успеет Словно улыбка в российской судьбе Нарисуй мне на стене облака А решетку преврати в кружева Мы с тобой не на свободе пока Но надежды я проверил, жива Размыли вам мир, размазан красотком Nike Наш первый сок в детство Искать сердесок по край Потом искать себя в стае, в стае, в стае Повышенная ступень бурангом Два из ста, в паспорте два листа Вырвай под отрыжок Ой, это твой новый срок Вовнутренне все было грустно и смешно Но скорее мне похуй, скорее мне плохо Без срок на луню хайдокал Нет, ну хайдокаю Еще не поздно, но, браток, я не возьмусь за ум Буду ебать вала Бросая время на ветер От выйдет из мода Я буду видеть сына рэпер Мне тут приходят угрозы Срок новый хочет завесить, да электризован Дарьян, скажи, какие мы мастера, да? Мастера, вот я еще раз повторюсь, ребятки Бывает, ну как, бывает Есть, ребят, мастер своего дела Ма-стер Не просто там писатель, там этот, художник А именно мастер Они действительно мастера своего дела, ребят Шикарный текст, ребят Специалисты, да? В своей области Да, в своей вот именно области они специалисты Специалисты Да Возуга, волоса, текст, энергетика, ребят Шикарно Здесь тюремчики, галанты, милы Здесь законно-либеральный ажут Но смотри, пока встречи до миры И да все я проверял, не раздуй Это таинная привилегия тех Кто отчаянно уверен в себе Только жаль, что даже нещий успех Словно улыбка в российской судьбе Да рисунь не на стене облака А решетку превратим в кружево Мы с тобой не на свободе пока Но надежды я проверил Ну мне очень понравилось, ребят Классный, да? И такой бит классный, да? И девочка подпевала так хорошо Текст шикарный А что, это Саша дискотека, это она, да? Наверное Она Блин, нас прям молодцы Прям слушай, наслаждаюсь Слушайте музыку, ребят А? Как звучит? Труба, ребят А может, саксофон, это... Кто играет на нем? Как думаешь, Замай или КПСС? Как думаешь, кто лучше сыграл на трубе? Замай или КПСС? Я не знаю даже Вот если, например, они оба не умеют И вы сказали, нас играй Вот кто лучше сыграет? Замай или КПСС? Не умей играть на трубе Лучше кто сделает? Не знаю, не могу сказать Замай, наверное Почему? Мне кажется, он Киргиз Он лучше сделает А слава КПСС, как он мастер А? Такое писать Это же нереально Оба интересные исполнительные Радуйтесь, как Гаутама Упитись, тебе есть прана Не гасись от истины На сутру Нанизаны мысли Те, что унесут нирвану После феника Все стало странно В колонках Карла Сантана Басик, как сатана Несусь с отца Нам к небесам А сам цвета бледных поганок Замкнутый в себе капкан Способен лишь без зуба клац Об этой самости Своей покалеченной челюстью Как получилось? Человеке нету Человечности Застрявшей вечности Потеряны все в соснах мысли Мяло тащил конечности Как за плетистом крысы Из этой кажущейся клетки К незримой церкви Паук устал крутиться в банки Ударом в цепь Бросился всем телом В осколках и пыли узрел За гранью банки Только банка Чуть больше к размерам Куда хотела? А? Опять ползнул без дела Паук себе все цело И куда ни глянь не сделан В этой банке никого Куда ни паука Две головки никуда Это пустота По обоим сторонам Это глупого сна Такого глупого сна В этой банке никого Мне кажется, такие женские голоса Они еще больше тревожности придают Треку Не нравится, как она Тревожность Свою партию и партию поет Молодец, мне очень нравится Куда ни паука Две головки никуда Это пустота По обоим сторонам Это глупого сна Это глупого сна Я в инстаграме и в гиттере Распознал цен Осел над ней Донета на кайф подсел И это мой лютый спайс Мой открытый спейс Друзья кричат Не вылазь Но с этой игры не связь Нет Но я стараюсь, браток Бросить фальшивый мирок Как мой товарищ ковно Я не Маран, не Дантон Не Робескер, не Робок Я лишь воюру с языком Будто мне текст не родной Стараюсь просто выйти За границей Смысла пока Бессмысленно желает За границу смыться Моя страна и так меня бросила Что уж в поле Моя история бросила головою в поле Но я так болью Ёпта Я судьбу не грешу Я прикловки, робки Кризум ношу Мой подвешенный язык Как на ните пау 16 строк Это банка Но я выход найду Тут В этой банке никого Кроме паука Ниги, лапки Никуда Сотрая, пустота По обоим сторонам Это только глупого сна Такого глупого сна В этой банке никого Кроме паука Среди всех насекомых Которые встречаются Дома Бывает на улице Во дворе Паук больше всего Уважения заслуживает Самый адекватный Да? Да Он в принципе Не лезет никуда И он знает Что ему делать Он адекватный Да Самое главное Мух ненавидим Нет Пауки Это как бы неприятно Конечно Но паук Хотя бы Какую-то адекватность Имеет Он там В своей норе живет И все В своей паутине Какой-то благородный Все равно Паук Ну не такие Конечно Трэшовы Как там В Австралии Где-то А это про Маленьких Домашних Большие в Австралии Это не дай бог Надеюсь Все понимают Что паука домашнего Не надо обижать Пусть уходит И все Не надо там Его убивать Или что-то с ним делать Паук домашний Ненужных насекомых Убирает Да Он Вряд ли Там вам Будет Он ему Какой-то Может принести Не надо В этом Трогать Самозвенно Макают Душ Эта радость Когда я вывожу Затейливыми ссоры Звук Пока все связаны Нашу обратно Сорву Моя хаутина Подлее меня Я попал в нее сам Дорога Крата не сантиметров Нет А неделями Днями Часами Ключи К нему Клюжий Голоп На единственной Лапке Скачу По клетке Тетрадный Время От времени Раздается Мое дюже Оп Сопровождающая Попытки Перепрыгнуть Эти декады Насколько Хватает Моих Восьми Глаз В обе стороны Сплост Петли Перемычки Мухи бьются И жужжат Мух Возьми Насколько Но мы не про такого Паука Который Фродо Например Уничтожил Хотел уничтожить Он не смог Конечно уничтожить Слава Богу Но это Отвратительно Все мы непонятно Ничего Здесь Все мы горемучны Абсолютно все Кто плох Тот мечтатель Чем мечта сбылась И тот Кто променял Кост яблоков На кость земли Или свободу Променял на власть Я спал и был уверен Что точно не в таков Все так или иначе Тянется нитями Из меня И нет вещей Что я не в силу Кубы изменять Буду ими не умирать Буду и дальше Пить жизнь Я там был таким Продуманным Что с там собой Сложился в яхе Брат и манки Никого Кроме паука Либо лапки Вот те Зачем его в банку засовывать Нам этого глупого сна Такого глупого сна В этой банке Никого Кроме паука Либо лапки Никуда Только пустота По обоим сторонам Это глупого сна Мы поняли, конечно, что паук олицетворяет человека, который живет там в своем вакууме и так далее. Понятно, просто мы за животных, мы за права животных соблюдаем. Субтитры создавал DimaTorzok Голоса шикарная. Аналогии, сравнения, а то, как они это написали. Текст классный, ребят. Голоса шикарные. Очень интересно вас слушать, ребятки. Молодцы, прям умнички. Слушаем следующий трек, ребятки. Закрывает альбом трек. Трек закрывает альбом. Слушаем, что ли? Крайний, последний трек альбом. Ты никому не нужен, как песня, вещи, молеки. И как записки из-под поля, реклам, чемодан. Так и я ложил хуй на эстраду и на андеграунд. Мы сами по себе топим, лишь за постмодернизм. Как в падающем самолете, ты не смотри вниз. Наша жизнь сайпись, смеемся и плачем. Платим лишь только за кашиши, бесплатные скачки. Порою интернет со школы, но в тюрьму не сел. Нахуй iTunes, нахуй Google Play, нахуй вас всех. Нам ничего не надо, так говорил Заратустра. Вокруг одни прохиндеи, докажи, что ты русский. Докажи, что чуротек, ты не пиароба. Что носишь кругу пупу, а не пидороробу. Что уважаешь плодавалов, а не модный бой. Это никстейп, а конец, под пользу, покой. Стартер трон, за бадом, науви хер. Стартер сломан, Влади, ну и хер. Выводы делает, делает выводы по альбомам. Я вот еще раз убеждаюсь, да, какие они шикарные мальчики. Шикарные исполнители. Молодцы, ребятки. Прекрасный альбом, да? Вот прекрасный альбом. Все доступно, все понятно. Мы пойдем пешком до мечты, в Лондон, Град, Смахачкалы. Стартер трон, за бадом, науви хер. Стартер сломан, Влади, ну и хер. С ним мы пойдем пешком до мечты, в Лондон, Град, Смахачкалы. Без мазок, Рэд запускает метастазы. Мой разум, и раз за разом остаюсь с собой, с глазу на глаз. И коли правда, наш тюремщик, первичный прообраз. Он тоже раб, во все стороны открытый космос. На странных пустошах присутствия, каков твой возраст? Это похуй, процесс пошел от невроза к некрозу. От метоза до микробов, от серьезной взрослой прозы. До пошлых бородатых и скорбезных анекдотов. Пусть бывает туго, все это части центрифуги. Отвращение тошнит, как от паленой рыбы фуги. И я улитка, что ползет по склону фудзи. У старших грудник, но дорогу осилит идущий. Как столбик в пути, поднимаясь, но райские кущи Растают зубкой белизной, если только коснусь. И так, что отходя к ослу, я только жидко напаснусь. И горе зуждено сделать последний софт, ну и пусть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хотят закончить альбом на позитиве. Мне кажется, вот сейчас пошла позитивная часть веселая. Мне кажется, ключевыми словами было «ну и пусть». То есть, несмотря на то, что на все те плохие вещи, которые они перечислили, то, что может ранить, как человек любого, да, ну и пусть. И включил позитивный конец. Субтитры создавал DimaTorzok Давай, вывод по альбому. Почему он сказал «за тебя свой хайп отдал»? Ну, потому что КПСС – главарь хайпа, антихайпа. Тут не мимо хайпа, понимаешь? Ребят, давайте вот подведем итог. Подведите, давай. Какой у нас подсчет альбом уже? Ну, ребятки, ничем не хуже. Предыдущий, да, шикарный, да. Интересные тексты, ребят. Интересные мысли, опять повторюсь, ребят. Очень интересные. Интересные, правильные. Шутки есть, ребят. Ну, все в этом альбоме есть, ребят. А если не шутки? А если не шутки? Есть и серьезные. Есть и прибаутки. Да. А если не прибаутки? Да, ребятки. Мне очень понравилось. Нам очень понравилось. Нам, наши мальчики, очень нравятся. Шикарные исполнители. Познакомили еще с другими исполнителями. Тоже классные голоса, интересные тексты, ребят. Спасибо большое заказчику. Ну, что, ребятки, еще один троечок слушаем. Поехали, друзья. Соцсети, да? Слава КПСС, соцсети. Волос какой красивый, да? Какой волос у него, да? Мне больше не важно, я не проверяю твои социальные сети. Мне больше не важно, я не проверяю твои социальные сети. Мне больше не важно, я не проверяю твои. Это, кстати, да, показатель большой, да, если человек действительно перестает проверять социальные сети своего знакомого или еще кого-то, там, жены, мужа, значит, пофигу действительно, это важно, потому что все друг за другом смотрят по социальным сетям, да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Невыносимая легкость Субтитры сделал DimaTorzok Интересный, да, трек? Невыносимая легкость Субтитры сделал DimaTorzok